Дорогой Арвет, я рад тебя поздравить, что ты теперь полноценный специалист по обучению метода ключ. Я тебя поздравляю. Мы с тобой долго работали, мы с тобой там переписывались, общались, я тебе подсказывал, как лучше это делать, и ты мне присылал видео, и мы там исправляли ошибки. Прямо курс провели. Я очень рад, потому что ты очень достойный человек. Я рад за Махачкалу, потому что я все время пытаюсь Махачкале помочь, и там мой сын, Алена Леев работает, психолог, метод ключ подает, но ты его знаешь. Я теперь очень рад, что в Махачкале у нас вот теперь очень много людей же ко мне там обращаются, сюда в Москву пишут о помощи, и подростки пишут, и мамы их, и папы, и дедушки. А теперь я вот вижу, у меня теперь есть еще и два крыла там в Махачкале. На месте, на месте, да, помощь такая здесь, да, точно. И ты тоже можешь поздравить сейчас. Дело в том, что мой друг Ноябрь, выдающийся ученый, и он представил меня в Академии, значит, рекомендовал в Академию Международную технологических наук, и они на президиуме приняли такое решение, что я теперь Академик Международной Академии технологических наук. Это вот очень серьезно. – Еще одно достижение. – Ну да. Теперь я кандидат медицинских наук и академик Международной Академии технологических наук, потому что это очень серьезная Академия. Это очень серьезная Академия. Я благодарен моему другу Ноябрю, с которым мы дружим много лет. Это выдающийся ученый, и он фотонную теорию разрабатывает там, из которой эволюция происходит. Но он сам расскажет, это выдающийся человек нам всем в школе нашей, человек будущего. Будет очень интересно его послушать, когда он найдет возможность такую. Так что видишь, сколько у нас вот в Дагестане теперь мы имеем возможность участвовать. Сегодня сложный день, наша помощь ближнему. Да, и во всем мире, поскольку в нашей школе человек больше хомофатуры со всех стран мира участвует. А вот что мне сказала Лена интересная. Он мне вчера позвонил и говорит, папа, я смотрю некоторые ролики, сейчас все чаще и чаще начинаю говорить о человечестве, как это важно. Это не после тебя, как ты начал говорить о том, что мы создаем науку человечества и определяем эти понятия, что такое любовь, именно по критериям четким, которые однозначно только можно трактовать, и что все вместе люди из разных стран участвуем в создании этой науки человечества. Я говорю, да может это и независимо, потому что время уже заставляет людей подумать, что может быть основой для преодоления этой неизвестности, этой пандемии, этого расчеловечивания. А может и после меня, потому что я всегда на острее времени был. Да, это же транслируется все-таки в мир и да, да. И вот что интересно, я тебе хочу сказать. Там, там прорастает. Арвиз, знаешь, что интересно, я тебе хочу сказать? У меня родилась идея, у меня родилась идея. Я вот вчера смотрел с удовольствием, как, ну она не подросток, но она уже как подросток, вроде молодая такая дама, очень интересная. Она говорила с Гордоном, интервью с Гордоном, я всем рекомендую. Марьяна Ро. Ты знаешь такую, Марьяна? Я ее знаю, блогерша. Да, блогерша, ты представляешь? А у нас в школе, я говорил уже, давайте расширять школу. И у нас в школе из разных стран люди. Она, оказывается, и в Японии училась в школе, и, оказывается, у нее там и проблемы подростковые были, и у нее и паники бывают. И она там прямо в ролике сказала Гордону, что я сейчас ищу психолога, психотерапевта. Я так как понял ее. А я бы готов ей помочь. А я вот недавно говорил у нас в школе, там в одном из роликов, что хорошо бы мы расширили нашу школу, чтобы больше подростков туда заходило, потому что они ищущие. А вот она, Марьяна Ро, говорила о том, что она и суицид пыталась сделать в свое время, и много проблем личных отношений было, всяких сложных, и с родителями, и с мужчинами потом, когда она подрастала. И вот как раз таки было бы интересно. Я говорил, давайте расширим школу, а нам как раз эти подростки, вот она аудитория, потому что у нас же там, к сожалению, в нашей школе, когда мы проводим ликбезы бесплатные, вебинары проводим, и метод у нас лучший в мире, это уже доказали во многих странах, применяют песню, стала народной такой. Самый эффективный метод, да, да, самый эффективный. А вот у меня идея такая родилась. А давай, если участники школы, все ей напишут, что и вчерашний ликбез наш бесплатный пошлут, ей же это в помощь, потому что она жаловалась на головные боли, на паники, и она как раз хотела найти психолога и психотерапевта, который бы ей помогал. Вот как раз пошлют, каждый пошлет, кто может ей, она и в инстаграме, и на ютубе, и в тиктоке. И ты представляешь себе, вот какая расширительная возможность школы, потому что я ей помогу. В этот момент мы запишем с ней какой-то ролик. У нас в школе человек будущего, хомофатурос, и подростки все подтянутся. Знаешь, сколько у них подписчиков? 20 миллионов. 20 миллионов. 20 миллионов. Ты представляешь? Половина России. Вот все вместе мы, вот как надо, вот как надо помочь в наше сложное время и подросткам всем. Ведь они люди будущего. Они как раз и есть. Это имя, этот контингент. Новую информацию, все как бы, да. Им нужно же вот самый такой возраст, когда вот это управлять собой, управлять своим состоянием, сознанием, настраиваться быстро, успокаиваться быстро, себя знать. Вот это же все как раз ключ к этому и приводит. Ну, конечно, конечно, потому что они тоже подростки ищут, а сейчас очень много ловушек в интернете. Да, находят и там, да, ищут, и кто во что ударится, кто куда. И в церкви попадают, и в наркотики попадают, и по крышу туда попадают. А там много и суицидных бывает у подростков, они же максималисты. Даже в голове себя тоже подростков. Ты, наверное, себя помнишь. Мы все думали о смысле жизни, думали в этом. Как найти себя, как открыть свои таланты, расширить свои возможности, как научиться гармонизировать межличностные отношения и с родителями, и с подружкой, или с другом. Как правильно замуж выйти, или как правильно жениться. Ну, это очень много. Вот это все. Давайте, Арлит, ты тоже напиши мне письмо. Да, обязательно. Давайте все, участники школы, сделаем это. Марьяна Ро. Марьяна Ро вы легко найдете. Она говорила его с Гордоном. Буквально я вчера смотрел видео. И мы ей поможем, и подросткам всем поможем. Они же наше будущее. Вот, вот, вот. Давай так сделаем. Да, да, да. Нужно, нужно, нужно. Обязательно. Так что я жду, что все напишут. Да, и поэтому я еще раз себя поздравляю. А теперь для юмора скажу. Видишь, у меня вот одна часть побритая, другая не побритая. Потому что я в прошлом ролике шутил, говорил. Воды не было, я не брился несколько дней. А потом, значит, мне говорят, а вам не бритым идет. А другая девушка написала. А вам именно так идет, как профессорская бородка. Но я оставил пока компромисс еще на один-два дня. Вот такой вот полубритый, полу-небритый. Нормально, нормально. Нормально. Ну и как раз академик. Понимаешь? Так что вот. Это для юмора. Это для юмора. Да, картину дописываю. Картину дописываю. Так что давайте делитесь советами. Давайте советы. Мы все будем делать. И пишите, как вам удается Марьяне Ро написать. Потому что если я напишу, там у нее среди 20 миллионов подписчиков, она может не увидеть. Вот когда мы все вместе, а вместе мы сила. И вот наша школа, которая для этого и создана, чтобы сократить в мире кризисы и войны, потребность в лекарствах. Как озарение по заказу, методику мы даем на этих наших лекбезах и вебинарах. Да, это, ну, короче говоря, это для подростка, для молодого человека. Это то, что нужно. Это ключи, поэтому он ключи называется. Спасибо тебе, Илья. Спасибо. Я вот теперь рад, что в Дагестане, я думаю, вы с Оленом там что-то, у тебя свойсти работы, у него свойсти. Я думаю, вы там что-нибудь и совместно что-то можете придумать. Так что успехов тебе. Спасибо. Спасибо еще раз. Большое, Хосай Магомедович. Я вас тоже поздравляю. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего доброго. До встречи. До встречи, Хосай Магомедович.